Объясню еще одну конструкцию. Я уже построил тела, которые невидимы в одном направлении в двух направлениях. Но направление это означает, что невидимость из бесконечно удаленной точки. Давайте теперь я объясню, как строить тело невидимое из конечной точки. Как построить тело невидимое из одной точки. Сама идея простая. На самом деле, предыдущая конструкция, которую я внестил, она состоит из двух парабол. И вот для того, чтобы... На самом деле, математики знают, что парабола это пограничная кривая между эллипсом и гиперболой. И вот если одну из парабол преобразовать в эллипс, и вторую из парабол преобразовать в гиперболу, то тогда мы придем к нашей конструкции, которая имеет некоторое исходство с предыдущей. Нарисуем эллипс. Нарисуем софокусную гиперболу. Следующий вопрос. Приведем через один из фокусов отрезок, который перпендикулярен на сего имени. И через полночные две точки проведем гиперболу. Вот это у нас будет одна... Это будет одна гиперфа. Теперь мы будем софокусную гиперфу. Теперь мы будем софокус провести данный гиперф. Будет еще оговорство гиперфа, которую я поздравлю и которую мы будем продолжать. А теперь проведем симметрично две прямые из первого фокуса. Вот одна прямая, одна прямая до пересечения, и вторая прямая до пересечения с гиперфа. И у нас получится два криволинейных треугольника. Если мы вспомним, то раньше мы имели дело с двумя криволинейными треугольниками, которые были параболические стороны, стороны, которые были параболы. А здесь у нас две стороны. То есть одна сторона это треугольник, и другая эльберфа, а другая сторона это другая гиперфа. И из первого фокуса выпустим луч из того, как он пойдет. Предположим, что он идет в сторону, вот сюда вот, отразился от дуги эллипса. И силу свойства фокалиста эллипса после отражения он пройдет через стороной фокус. Он пройдет через стороной фокус и пойдет дальше. отразится от дуги гиперболы. И пойдет таким образом, что продолжение этого фокуса содержит гиперболы. Тут я использую, ни много ни мало, всего лишь свойства эллипса и гипербола. Какая-то и свойства эллипса и гипербола. Луч, входя из первого фокуса, после отражения пойдет через второй фокус. И поскольку кукол гипербола имеет та же самая память с фокусов, то продолжают эллипы, получили еще одно отражение. И луч пойдет так, чтобы продолжение этого луча содержит первый фокус. Теперь мне нужно еще одно свойство, а именно вот такое свойство, что угол наклонения первоначального луча равняется углу, под которым наклонен второй луч. Это важные свойства. То есть, если первоначальный луч идет так, что он наклонен под углом альфа вверх, то после двух отражений луч пойдет таким образом, что он будет уже наклонен под углом альфа, но уже вниз. Давайте я сделаю еще одну картинку. Луч, отразился и пошел дальше. Теперь, чтобы получить невидимость, нам нужно всего лишь сделать гомотетию с центром в одной точке. И сделать гомотетию таким образом, чтобы вот этот треугольник преобразился в другой подобный, который касается исходного в одной точке. И вот этот треугольник тоже преобразился в другой подобный, который тоже имеет ровную точку общего со склой. Таким образом, после гомотетии у нас получится еще паря подобных треугольников. Коэффициент гомотетии совершенно четко определен. Он определен таким образом, чтобы точка вершина исходного треугольника перешла в другую вершину этого же самого треугольника. Тогда этот треугольник преобразится в этот больший треугольник, и у него, так сказать, нижняя левая вершина будет совпадать с верхней правой вершиной первой треугольник. И давайте теперь применим гомотетию также вот к этой ломанке. Применим гомотетию к этой ломке. Скорее, гомотетию стражей. Дело в том, что точка гомотетично-исходных будет находиться в подобной точке второго треугольника гомотетичного же. А если мы отразим от оси симметрии вот всей этой конструкции, то мы придем к точке в этом треугольнике, соответствующей точке нижнего треугольника. И вот от этой же точки произойдет отражение. Почему от этой? Потому что, ну вот смотрите, эта точка находилась под углом альфа, который мы обозначили альфа, под углом альфа вверх, после отражения будет точка под углом альфа вниз. Значит, именно в эту точку и придет эта отраженная траектория. Она отразится еще раз. Почему же она отразится здесь? А вот давайте сделаем гомотетию вот этой точки. Точка гомотетичная эта будет лежать на большем гомотетичном треугольнике в соответствующем месте. И если мы отразим ее вверх, то мы получим точку на этом треугольнике, которая находится тоже под углом альфа. И именно в этой точке как раз и произойдет отражение. И таким образом мы получили, что вот луч, который шел вверх под углом альфа, после нескольких отражений будет продолжать идти вверх под тем же углом альфа. То есть мы получили действительно невидимость. Поскольку мы взяли произвольный луч, то значит все лучи будут идти именно таким образом. То есть вот каждая луч, которая выпущена под каким-то углом, после четырех отражений перейдет в другой луч, который находится первоначально на одной точке. Конечно, мы можем выпустить эти так, чтобы отражений не было, но в этом случае как бы не о чему говорить. Луч будет продолжаться, а без всяких препятствий будет идти дальше. Почему там альфа и альфа равны? А вот тут это еще нужно объяснять. А вот тут еще нужно объяснять. Давайте я сделаю еще одну практику, чтобы было не стоять. Вот такая дуга гиперболы. Вторую дулю гиперболы я уже не буду рисовать. И ход лучей. И давайте я воспроизведу здесь ход луча вот таким вот образом. Я уже не буду рисовать крылку, а буду рисовать крылку луч. Так, так и так. Вот у нас получилась такая картинка. Давайте введем некоторые обозначения. Са фактор Фа А1 r A1 2 y R. Давайте я объясню обозначение. Как я уже говорил, я воспроизвел, надеюсь, в несколько более ясном виде, ход вот этого луча от этой точки. Он отражается здесь, проходит через фокус, отражается еще раз и идет дальше. Тут я опустил некоторые лишние детали, и вот ход от луча из этого фокуса до этой точки. Длину отрезка я обозначил А1, потом после отражения пройдет через фокус, длину этого отрезка я обозначил В1, потом дальше идет до пересечения с гиперболой, я обозначил В2 и соединил первый фокус с этой точкой и обозначил это расстояние через А2. Теперь смотрите, что получается. В силу свойства фокуса, вы, конечно, знаете свойства фокуса о том, что расстояние от любой точки на фокус, сумма расстояния до фокусов не зависит от точки. Какую бы мы точку не взяли на эллипсе, сумма расстояния до фокуса до второго фокуса всегда одно и то же. И поэтому мы можем утверждать, что А1 плюс В1 равняется сумме вот этих вот расстояния от фокуса до этой точки и от этой точки до второго фокуса. Вот это вот первое расстояние будет в теории Тифагора корень плюс квадратный квадратный плюс С квадратный плюс С квадратный плюс С квадратный. Правильно? Согласны? То есть этот корень квадратный это будет расстояние между этими двумя точками, а С это расстояние между этими двумя точками. Так, теперь есть еще одно свойство, но уже относящееся к гиперболе, которое заключается в следующем. Вот у нас тут два фокуса. Если мы возьмем разность расстояния между первым фокусом и точкой на гиперболе и вторым фокусом и точкой на гиперболе, то разность этих расстояний будет всегда постоянной, не зависит от точки. Это вы знаете? Разность расстояния тоже не зависит. Поэтому мы можем записать следующее А2-В2. Вот эта точка лежит на гиперболе. Поэтому смотрите, А2-В2 равняется... А теперь мы возьмем еще одну точку на гиперболе, которая лежит вот здесь на пересечении гиперболе с целью. Эта длина будет корень квадратный, который там написан, а вот это расстояние будет С. То есть это будет корень квадратный, В2-В2-В2. А теперь давайте мы перемножим левую часть и правую часть. И тогда мы получим А1 плюс Г1 умножить на А2- H2 равняется... Сумма умножить на разность, это будет f квадрат плюс c квадрат, минус c квадрат, равняется f квадрат. А теперь я хочу анонсировать одно свойство псиктрисы, которое звучит следующий метр. Оно, по-моему, малоизвестно. Оно вот такое. Предположим, что у нас бисектрисы, длина этой бисектрисы f, а значит, a1 и a2 стороны, и b1 и b2, это длина а3, на которые основание бисектрисы делит третью сторону. Под свойство бисектрисы звучит следующим образом. a1, b1, b1, a2 и b2, а яйца f квадрат. Я это свойство сам раньше не знал, в принципе, его нетрудно вывести. Вот я убедился, что оно, кстати, и в интернете выведено. Я точно знаю, что f квадрат это a1 умножить на a2, минус b1 на b2. Это в школе учат. Учат, да? Да. Вот это в школе учат. Давайте, f квадрат равняется a1, a2, минус b1, b2. А теперь давайте запишем свойства, характеристические свойства бисектрисы, анонсированные только что много. Которые звучат следующим образом. f квадрат. А теперь мы просто раскроем скобки. Правильно? Просто раскроем скобки. a1, a2, a1, a2, минус b1, b2, плюс b1, a2, минус b1, b2, минус b1, b2, минус b1, b2, минус b1, a1, b2. Вот. И для того, чтобы мое свойство было справедливым, нужно всего лишь, чтобы выражение в скобках равнялось нулю. Ну, а это в школе тоже учат. А оно равно нулю. Вот. Почему оно равно нулю? Потому что b1, a2, равняется a1, b2. Значит, поделим на что-то такое. Получается, a2, 1, a1, равняется b2, минус b1. И таким образом, вот эти два свойства бисектриса эквиваля. Обратите внимание, вот в этом свойстве здесь стоит плюс, а здесь минус. Но если поменять их местами, поставить сначала минус, плюс, плюс, то все равно будет верно. Вот такое-то интересное свойство. Значит, мы тоже получаем, что вот эта бисектриса, вот этот угол равняется этому углу, и все хорошо. Спасибо.